СПОРТ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ Ждем ваших вопросов, ваших приветов и поздравлений. Поздравление, возможно, с рекордами, которые Лена уже установила в этом сезоне. Если я ничего не путаю, то два рекорда трассы, Лена, на чемпионате России, на прошедшем, было с тобой установлено. Расскажи нам, киваешь головой, поподробнее об этом. Да, был рекорд старта и рекорд финиша, рекорд трека в Сочи перебит. Так что очень хорошо завершился сезон, на хорошей ноте. Но тебе же принадлежит еще один очень важный рекорд, но если это можно использовать именно такое слово. Ты стала первой чемпионкой Европы в истории российского скелетона. В общем, в данный момент ты, получается, двукратная чемпионкой Европы. Да, так сложились обстоятельства, что первая, пока единственная. Ну, у нас подрастает хорошая молодежь, и я думаю, что все еще впереди. Ну, Лена тоже очень молода, поэтому, мне кажется, из этой категории пока не стоит выходить. Наверное, стоит, наверное, начать все-таки с самого начала. А самое начало, оказывается, для многих, ну, будет, наверное, это неизвестный факт, что ты вообще свое спортивное шествие начинала в футболе. Да, начинала в футболе, и, наверное, это благодаря своему старшему брату, потому что, когда он со мной нянчился, то есть и гулял, и сам любил играть в футбол, и ставил коляску на стадионе просто, я там сидела вот так головой туда-сюда. То есть настолько вот ты была маленькая? Да, совсем с детства, потом чуть-чуть подросла уже, я говорила, а можно я буду мячи вам подавать? Можно мячи подавать? Потом все же начала играть, играть, потом попала в команду, ну, и все, и играла на уровне района, потом на уровне города Москвы, а потом в скелетон попала. Слушай, а вот я просто про футбол, ну, еще в один вопрос про футбол, про футбол спрошу. А когда ты была в сборной Москвы по футболу, ты вот на тот момент, ну, естественно, уже думала, что ты будешь оставаться в футболе, и хотела там, чтобы твоя карьера развивалась именно в футболе. А чем на тот момент ты мечтала вот именно вот в футбольной сфере? Да, мечтала на самом деле. Не было прям такой мечты в футбольной сфере. Мне очень нравилась легкая атлетика, потому что я параллельно выступала, не занималась. Меня всегда просили, Лен, пробеги на стартах по легкой атлетике, Лен, прыгни. То есть я не занималась профессионально, но могла выступить и выиграть медальку. А прыгни в длину, в высоту. Да, в длину, в длину, да. Вот. И как бы просто хотелось достичь чего-то высшего на уровне спортивной деятельности. Вот. Ну, а потом попала в скелетон. Это индивидуальный вид спорта, и, конечно, мне больше понравилось, чем игровой гет. Ты сам за себя отвечаешь, и все зависит только от тебя. То есть, а были моменты, когда... Я, Миша, прям забираю клип. Не говорите. Я просто как бы сижу, слушаю. Готовился всю ночь. Вопросы мимо, ладно. А были моменты, когда вот еще в футболе, в команде, и, ну, вот уже приходили мысли в голову, что действительно, то есть ты что-то делаешь, а тебе ничего не зависит, потому что помимо тебя есть еще целый ряд девчонок. И, а вот она не может нормально ничего сделать, да, господи, что как баба-то, ну, вот такое. Да, да, вот такое реально было, и прям, и вроде как и стыдно, а вроде как, ну, было и было, что скрывать. Да, очень так нервничала я, когда ты отдаешься игре, а некоторые девочки стоят там, кто мяча боится, там в другую сторону бежит, да, и, ну, вы что вообще делаете? Это программа «Спорт. Все остальное». Михаил Королев, Ольга Окса и лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина сегодня с нами. Говорим о футболе, так как Лена пришла в спорт, именно сначала пришла в футбол. Скажи, сейчас чемпионат мира, летом, ты уже купила, разумеется, билеты на футбол? Нет, не купила. И, честно говоря, мне смотреть-то не особо нравится. Играть очень люблю, а вот наблюдать... То есть у тебя нет какой-то команды, за которой ты следишь, переживаешь? Я выступаю за клуб ЦСКА и, соответственно, болею за команду ЦСКА, но прям, чтобы вот так смотреть и следить каждый матч, нет. То есть, соответственно, чемпионат мира не планируешь следить? Ну, буду смотреть, когда будет играть, конечно, сборная России, это все-таки такой, ну, масштаб такой соревнований. Вот, буду смотреть, но не буду специально бежать к телевизору смотреть, если попаду, посмотрю. Вот, трезвое такое отношение к футболу, это правильно. Потому что Елена Никитина, она ведь бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи и двукратный чемпион Европы и человек, которого не пустили на игры в Пенчхан. Как ты переживала? Расскажи немножко об этом. Ой, геройствовать не буду, конечно, переживала. Слезы были. Тяжело, да, и слезы были, и что только там не было. Ну, апатия какая-то, конечно, была. Я просто лежала на диване, смотрела эти Олимпийские игры, пила чаек, вообще никуда не ходила. Но ты же туда уехала, в Пенчхан. То есть, там ждала вот этого самого приглашения, которое должно было поступить от Олимпийского комитета, и которое где-то затерялось, это приглашение. Уехала с полной надеждой на то, что я просто была уверена, что я сейчас приеду пораньше, акклиматизируюсь и буду выступать. То есть, и когда мне сказали, я была на последнем заседании кассы, которое уже непосредственно там было, возле Олимпийской деревни. И когда, естественно, там сказали, что извините, ребята, и причем они, представители МОК, реально сказали, ребята, извините. Мы, это наша работа, к вам нет никаких претензий, но наша работа, после Олимпиады будет все хорошо, пройдет Олимпиада, все станет на свои места. Мы просто стоим, ну и слов нет, все, в общем, понятно, будем ждать, что там дальше будет. Ну, конечно, очень сложное время было, вот, но пережили, справились и в связи с последними событиями, ты понимаешь, что это не самое страшное, что может случиться в жизни. И это всего лишь соревнования, на которые ты можешь подготовиться еще через 4 года. Ну, все в сравнении, как говорится, познается, так что сейчас все хорошо, я занимаюсь любимым своим делом, готовлюсь дальше. Впереди три чемпионата мира и опять Олимпийские игры, так что готовимся. Слушай, а вот тут сразу мы подходим к вопросу, потому что, ну, когда мы говорим о фигурном катании или о художественной гимнастике, там в девочке 18 лет уже пенсионерки считаются, ну, там, грубо говоря. А каков возраст, ну, вот именно в скелетоне до какого момента можно выступать? То есть там же не настолько строгие... Да, у каждого по-разному, потому что у нас только можно кататься, начиная с 15 лет, выступать на соревнованиях. С 15 лет? Да, потому что такой травмоопасный вид спорта, где надо... А трезво у тебя, когда заезды на спартакиаде были, сколько лет было? 15 лет мне было, да. Вот, и то есть трезво оценивать ситуацию, маленького ребенка не запустишь вот так по трассе. И то есть вот кто-то катается и до 34 лет, там, рожают детей, возвращаются, там, кто как, в общем. Кто-то и в 25 заканчивает, да, а у кого все хорошо, и он понимает, что может бороться, то есть будет выступать, пока есть возможность. Ну, мы через 4 года будем переживать за тебя. Разумеется. Потому что мы в этот раз были настроены, потому что когда... Ты, кстати, следила вот за заездами тех, по крайней мере, кого пустили туда? Да, конечно, я... То есть я имею в виду и сани, и вобсни, и... Да, конечно, конечно, я вообще следила за всеми видами спорта, вот, и даже свои соревнования смотрела. Правда, болеть не за кого, но болела за девчонок, которые, кстати, мне писали, вот, и представители Германии, сильнейшие девчонки, что очень не хватает тебе, было бы интересно сравниться. Ну, конечно, им же тоже интересно с самыми сильными. Да, вот, то есть, ну, если честно, тяжело наблюдать, потому что уровень немножко у девочек, и смотришь на стартовый протокол, то есть не дотягивает. То есть реально, если бы пустили сборную России, всех трех представителей, у каждого был бы шанс побороться. Да, понимаете, сколько мы могли медалей еще положить в общую копилочку. Понимаем. Программа «Спорт» и все остальное. Михаил Королев, Ольга Окс, Елена Никитина, скелетонистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2013 и 2017. И я напомню, вот как пишет в Википедии этот неприятный абзац, 22 ноября 2017 года, решение Международного Олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил лишена. Мне кажется, это человек, который вот там тоже зачитывал сообщение, таким же неприятным голосом зачитывал. Да, бронзовые медали в женском скелетоне, апелляция подана, и санкции в итоге аннулируются. Индивидуальные результаты, достигнутые в Сочи 2014 года, восстанавливаются. А медаль где у тебя хранится? Дома, на полочке стоит. А когда вот этот домоклов меч завис, что у вас могут лишить, аннулировать результаты Сочи, соответственно, могут вот эту вот родненькую забрать у тебя, какие вообще мысли были? Потому что у нас были заявления от спортсменов, что мы лучше выкинем, но никому не отдадим. Да нет, отдавать точно никто не собирался, то есть она у меня как и стояла, так стояла. Но я приехала в соревнование, смотрю, медали на полке нет. Я думаю, что такое? Мама к мне приходит, Леночка, только не волнуйся, я ее убрала подальше в коробочку. Я говорю, мам, ну ты чего? Вот, то есть да, я как-то не переживала по этому поводу. Все близкие, родные так, конечно, насторожны были, а мне все нормально было, под контролем. Ну, под контролем ты человек смелый, понятное дело, что ты занимаешься скелетоном, а твои первые мысли и ощущения, когда ты впервые увидела скелетон в трассу? Ты вообще понимала, когда тебя позвали, ну вот это, скелетон, спартакиады надо поучаствовать, ты понимала, на что ты подписываешься? Я вообще не понимала этого, то есть позвали меня весной, и пока летняя подготовка, ты не видел трассы и не понимаешь, что это тебя готовят, чтобы на старте был быстрый разгон. И все, мне так все, в принципе, нравилось, вообще классно было, я люблю на стадионе бегать, прыгать там. Но когда меня привезли на трассу, я смотрю, и мне говорят, вот, Лен, трасса, знакомься, вот ты сегодня поедешь. Вы шутите? Да, я смотрю, ну ладно, поеду, меня положили на этот скелетон, запустили, я просто приезжаю и говорю, все, хватит, когда-то в следующей тренировке на стадионе, вот, я не хочу это место стороной пойти. И, конечно, у меня даже и слезы были, я говорила, что я просто не хочу, я не понимаю, там, с годами понимаешь, как надо управлять, как надо плавно заходить в виражи, все траектории, а когда ты летишь, не понимаешь, как рулить, как чего, просто на снаряде, и это очень страшно. И, конечно, я полностью, я когда смотрела, получилось так, что вот у нас сейчас, когда была Олимпиада в Пхенчхане, почти все вот эти заезды выпадали как раз на наш эфир, и, а там, мне не важно, сани это, скелетон, бобслей, это все страшно. Люди несутся с огромной скоростью, максимальная скорость скелетон, сколько, 140? Да, 140, 146, да. И ты вот с этой скоростью несешься, с этой ледяной горы, просто на саночках, на саночках, которые ты с детства катался с горки, я не представляю, как это можно делать. По крайней мере, трезвым точно. Ну да, ну вот так. Ну, в общем, по первому времени очень-очень было страшно, и меня тренер уговаривал, Лену, ты что, ну, впереди спортакиада, надо, надо, давай, попробуем еще раз, еще раз. И я единственный спортсмен, у нас же есть точки снизу, потом чуть повыше, сверху, в общем, вся моя группа... То есть не сразу наверх тачат. Да, вся моя группа уже сверху каталась, я уже одна, уже новые детки приходят, я с ними там катаюсь, то есть мне поначалу реально было тяжело. Ну, а потом, как только пропадает страх, ты уже трезво все понимаешь, и реально все, мне уже нравится, все. А сколько примерно произошло заездов, чтобы страх пропал? Ну, сезон я откаталась, целый сезон, там, заездов не посчитать, но много, весь сезон зимний. Ну, время, да, должно пройти, чтобы страх прошел. Вот у меня он никогда не пропадет, сколько бы я сезонов не откатал, наверное, боюсь даже с маленьким сыном спускаться с горок сейчас. Скажи, а... То есть я тебе тюбин, да, подарили? Да, это вообще не для меня. Скажи, пожалуйста, сейчас как обстоят дела в скелетоне в России, есть ли интерес у молодежи, и вот как прошли последние старты? Сейчас, безусловно, после каждой Олимпиады большой поток, все-таки смотрят люди, кому-то нравится, и приходят, звонят, там, мы хотим попробовать из других городов, там, это все. Что, как бы, сейчас единственный тренер у меня в Москве, это мой личный тренер, то есть ему там сразу поток такой, мы вот живем в другом городе, вот что нам делать? Он говорит, ну, там, у нас есть тестирование весной, надо приезжать, смотреть, вот, в общем, народу много. После Сочинской большой шквал народу был, и у нас сейчас, если там раньше выступало на чемпионате России 20 человек, то сейчас там просто еще отбор, чтобы выступить там на чемпионате или на кубке. Слушай, ну, это уже здорово. Да, это очень здорово, то есть растет молодежь, конкуренция. Приходит мальчиков или девочек? Ну, вот, когда вот... Всех, всех вместе, и примерно равное количество, и девчонки тоже удивляющиеся, там, есть маленькие, такие смелые, там, уже говорят, все, мы завтра сверху, и они такие смешные, пишут мне, там, каждый шаг могут написать, я где-то нахожусь на, там, в Америке, там, да, на кубках, они мне пишут, Лена, представляешь, нам твой тренер там, ой, ну, тренер наш, тренер сказал, вот, что там, Лена тоже боялась, а мы уже поднялись там на уши, и говорю, ребята, вы такие молодцы. А маленькие, это сколько? Ну, сейчас они уже катаются с 13 лет, с 14, то есть можно уже выступать с 14 лет, они начинают с 12-13 лет уже кататься. Ну, то есть, а какая должна быть, ну, физическая подготовка, то есть, ну, ты занималась, играла в футбол, соответственно, физически была подготовлена, плюс про легкую атлетику ты говорила. А вот если в целом приходит человек, какая у него должна быть с плечами подготовка? В идеале это легкая атлетика, в идеале, чтобы показывать сразу быстрые секунды на старте, то есть, это у тебя преимущество по всей трассе будет, это очень хорошо, если ты будешь такой, легкоатлетического телосложения, и, в принципе, подготовлен уже к быстрым скоростям на старте. Так получилось, что... Что я как раз занимался легкой атлетикой? Нет, так получилось, что я как раз занимался тем, что рассмотрел твое тело, а в Инстаграме много есть фотографий открытых, так скажем, с татуировками. Расскажи, как вот ты решилась, и что первую какую вот сделала, какой рисунок на своем теле? Миша просто уже, который вот собирается набить себе дракона на всю спину, но, к сожалению, пока еще не готов. Так, я надеюсь, моя мама меня сейчас не слушает. Ну, конечно. Она не знает, что у тебя есть татуировки. Она знает, что у тебя есть татуировки, но... Ну, не знает, во сколько. Некоторые, некоторые, да, я там прячу там. И мама говорит, Лена, я там сейчас к тебе приеду, все, спортивный костюм на все застежки там. Знакомая история. Вот, то есть, так, татуировки. Ну, вообще, мне очень нравится, когда действительно теле татуировки, и все меня отговаривают. У меня, у нас есть доктор в команде, это вообще, божий одуванчик. Вот, она на все татуировки так реагирует. Что, Леночка, господи, что ж, как ее теперь убрать? Я приезжаю на следующий сбор, тут, тут. Она просто, ой, господи, Леночка, что же это такое творится с тобой? Я говорю, все нормально. Ну, мне нравится, что поделать. Ну, действительно, так очень нравится со стороны, как смотрится, как на теле все это. Вот. Ну, первая во сколько была? Ну, первая татуировка после Олимпиады была, после Сочи. То есть, получается, тебе был 21 год. Да. А, нужно можно? Все, я решила, все можно, да. Тем более, когда ты уже получил медаль на Олимпиаде, мне кажется, можно сделать татуировочку. Ну, да. А что там было, если не секрет? А, не Олимпийские кольца, как сейчас принято, да? Вот. Просто мне нравился русский такой сюжет, русский орнамент. Там русское солнце было, голубь белый, вот. И там всякие разные... Я понял, солнце русского скелетона сегодня у нас в студии Елены Никитина. Ваши вопросы мы можем увидеть в WhatsApp, в Viber, в группе ВКонтакте и на SMS-портале. Пожалуйста, все, что интересует... Давайте сразу телефон напомню. 499, код Москвы, 6060, 93.2, для тех, кто его забыл. Да. Вопрос вот, опять же, был и про тату. Подскажи своего тату-мастера. И играешь ли в футбол сейчас? Может быть, в свое удовольствие. Да, играю. Например, у нас есть игровые тренировки. Каждый там... Ну, цикл идет три дня. Каждый третий день у нас вторая тренировка, это игровая. Да, и, конечно, у нас там, ребята, давайте футбол. Там у нас есть хоккей, мы играем в хоккей с мячом по траве. А, по траве. Да. Футбол, волейбол. И, конечно, я там всегда двумя руками футбол. Слушай, ну, раз уже заговорила про хоккей, а за хоккеем на Олимпиаде следила? Конечно, за хоккеем вообще это очень такая жирная точка была поставлена, такая сразу гордость была за страну. Вот, и, конечно, ребята молодцы. Как они в конце пели гимн, очень смело это было, ничего не боялись, что там снимут или еще что-то. Действительно, очень такое зрелище было душесчипательно. Это правда, это правда. А поговорим немножечко о суевериях. Ох, какая тема. А ты как-то на каком-то соревновании, не помню уже, выступала под тринадцатым номером и оступилась, и, соответственно, прямо на старте упала. Да. У меня, соответственно, вопрос. После этого какие-то вот такие были моменты, когда вот с тринадцатым номером ты сталкивалась, он не приносил удачи? Мне хотелось наоборот выступить под тринадцатым номером. В общем, как это вообще все было? Это был чемпионат мира. Чемпионат мира, да. И Юлия Канакина, соседка, и мы с ней вот вместе как раз выступаем. И я приношу маечку тринадцатый, я говорю, о, тринадцатый номер. Она говорит, а ты что, не веришь? Я говорю, да нет, все нормально. И просто на чемпионате мира я наступаю на скелетон, там кувырком лечу, он отдельно и отдельно. Приезжаю, все там слезы, говорю, и Юля говорит, вот тринадцатый номер. Я говорю, ну да. И думаю, хоть бы у меня на следующий год попался опять тринадцатый номер, чтобы можно было все это... Чтобы ты его победила. Да, чтобы все это снять с себя. И действительно, представляете, мне попадается из всех там двадцати пяти номеров тринадцатый номер на следующем чемпионате мира. И я становлюсь серебряным призером на чемпионате мира в команде и бронзовым в личном первенстве. Я думаю, слава богу, вообще. Это круто. А вообще есть какие-то, не знаю, традиции, может быть, какие-то ритуалы, которые ты обязательно выполняешь перед заездами, перед важными? Ну, прям ритуалов нет. Но так как я там действительно очень верю в бога, я просто перекрестюсь и поеду. Вот это да, это уже в обратном внимание. Вот, а особо больше такого ничего нет. Скажи, ты победила тринадцатый номер, то есть ты хотела его получить, чтобы доказать, а хотела ли ты выступить на олимпийской трассе Пхенчхане? Если я ничего не путаю, то один из этапов Кубка мира следующего сезона должен был пройти именно на той трассе, и ты могла бы там принять участие. Вот, и, по-моему, это все отменилось. Вот твои, твои желания, было такое? Было, конечно, и до этого мы там лидирующие места занимали на Кубках мира в прошлом году, вот. Но прекрасно все понимают, все равно Олимпийские игры это одно, но следующий год это уже совсем другая история, вот. Надо на любой трассе выходить и доказывать, что ты сильный, независимо в Пхенчане, там, или Сочи, или еще что-то, надо просто везде быть. Но сейчас у вас уже сезон закончился, то есть вы сейчас отдыхаете в свое удовольствие, проводите время. Какие планы на отдых? Уеду, сейчас в этом году, наверное, отдохну чуть-чуть побольше на пару недель, уеду на Вали на месяц, вот. Хороший выбор. Месяц, а с мая уже начинаются опять втягивающие сборы, поехали, да. То есть получается, в принципе, перерыв очень маленький, маленький перерыв. Вот так-то. Вопрос тоже еще по поводу Бали. Ты в одном из интервью заявлял, что если выиграю Олимпиаду, то увезу всех с собой, всех своих друзей на Бали отмечать. Ну, не сложилось. Пока не сложилось. Не еду одна. Пока не сложилось. Мы желаем тебе и, я думаю, сейчас все твои родственники, друзья, которые уже на тот момент нацелились. Набирали чемодан. Да, поехали. Чтобы все-таки вы все вместе съездили. Да, да. И твою медаль отметили. Ну, это будет через 4 годика. А у нас впереди, получается, сейчас будет небольшая пауза. Есть уже вопросы ваши в WhatsApp и Viber. Также призываем тех, кто еще не написал сделать это. Ваши вопросы Елене Никитиной, скелетонистке, бронзовому призеру Олимпийских игр в Сочи, двукратной чемпионке Европы 2013 и 2017 года, прекрасной девушке, лидеру нашей женской команды. Пишите, это программа «Спорт и все остальное» на спорт.фм. Михаил Королев и Ольга Окс сегодня вместе с вами. Давайте напомню цифры 925-22-22-93-2. Это номер Viber и WhatsApp, а смс-портал 5533 в начале «Спорт через пробел текста». Конечно, в нашей группе ВКонтакте ваши вопросы тоже принимаются. Спорт и все остальное. Программа «Спорт и все остальное» на спорт.фм. Сегодня с вами Михаил Королев, Ольга Окс и Елена Никитина. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. Действующий чемпион Европы, кстати, двукратная чемпионка Европы и чемпионка России. В общем, лучшая скелетонистка России прямо сейчас. Елена, еще раз здравствуй. День добрый. Я давайте, кстати, напомню, что у нас есть видеотрансляция. Точно. Об этом ни разу еще не сказали. Сайт спорт.фм.ру, видеотрансляция. Заходите, наблюдайте за нами. Ну и, конечно же, за Еленой Никитиной. Так получилось, что вот эти последние старты чемпионата России и всероссийские соревнования по бобслеве и скелетону, они были, так скажем, приравнены, призовые этих соревнований к общим, к олимпийским. 4 миллиона рублей за первое место. Ты уже держала в руках эту сумму и уже ее потратила. Нет, нет, нет. Честно говоря, да, нам говорили, но мы до сих пор не знаем, это вообще правда или неправда. Ну, пока выплат не было, вроде там обещают летом, ближе к лету. Вот, но посмотрим, не знаю, как будет, так будет. Ну, лишними не будут. Ну, да. Ну, да, сейчас копеечка любая приблизится. А не было таких разговоров, потому что, ну, многие, так скажем, в спортивной среде немножечко возмущались приведением вот этих так называемых альтернативных соревнований, то есть у разных федераций, что когда ты выезжаешь на Олимпиаду, ты все-таки соревнуешься с лучшими из разных стран. А тут, получается, по сути, это были внутренние соревнования, да, там где-то в лыжных, по-моему, гонках пригласили кого-то мексиканца, и получился статус международный. Ну, мы же все прекрасно понимаем, что, по сути, это чемпионат России. И у вас среди спортсменов были вот такие разговоры, что это, ну, это все не та вообще история, это нечестно получается. Ну, на самом деле, мы вообще, ну, были вообще удивлены, что такой грант большой поставили, и, как бы, спасибо государству, что они нас так поддержали. Вот, но, конечно, мы были в шоке, потому что мы не понимали, что за такой старт можно получить такое вознаграждение. Вот, ну, да, конечно, статус соревнований разный, но, вот, видимо, нас как-то решили подбодрить, не знаю, поощрить или что вообще, как это назвать. Ну, то есть очень приятно, такая неожиданность. Ну, то есть особо против никто не выступал? Нет, особо против. Вот, и мы за. Скажи, вот, скелетон, ты летишь вниз головой по трассе, что у тебя в голове, наверное, самый популярный вопрос, который задают скелетонисты. Ну, да, ну, все думают, что там, как бы, надо управлять, все думают, что там на саночках, там, обезьяны с бубнами шумят, и ты едешь. Нет, конечно, там полная концентрация на трассе, и у тебя в голове только, даже нет никаких мыслей, тебе надо просто успеть за долю секунды сделать определенную работу на вираже, и поставить скелетон на траекторию, и чтобы выйти с виража, только полностью голова рулежкой забита. Поставить на траекторию, прости, Ольга, чем ты можешь направить свои санкции? Вот, вот, я тоже хотела про это спросить. У нас внутри скелетона находится рама, есть рычаги, так называемые педали у нас под плечами и под коленками, то есть любое нажатие, да, любое твое нажатие, то есть это ты поворачиваешь либо налево, либо направо. Представляешь? Я думала, это просто какая-то плоская штука вот с такими вот... Линолеум. Куда еще ручки убираешь, и все, и поехали, а там еще, кажется... Нет, то есть, если не рулить, то ты точно не доедешь, надо всегда контролировать и быть прям каждый метр трассы, очень... Но у тебя мама была не особо в восторге, когда ты ушла в скелетон, мягко скажем. Мягко скажем, да, не была не в восторге. При этом, опять-таки, вот насколько я читала, она все-таки хотела тебя в творческом плане развивать. Да, меня развивали в творческом плане, как мы могли, мне кажется, у меня травма детства уже выработалась, потому что я училась в Гнесинской школе музыкальной и... Закончила? Да, пять лет фортепиано, там, шесть лет хора, то есть, гастроли в Китае были, в Испании были, конкурсы международные, но это... Не твое? Это не мое, точно, конечно, я порадовала шесть лет родителей, и я так прям запомнила слова, потому что мне вначале сказали, я там плачу, говорю, мама, я хочу футбол, у меня пацаны зовут, Лена, выходи, скинь хотя бы мяч, я беру этот мяч со слезами на глазах, скидываю с балкона, иду там на клавиши давлю, вот. И мама сказала, вот вырастешь и будешь сама решать, и просто я закончила эту школу, пришла домой, сказала, мама, вот помнишь, мама, конечно, там, ох, Леночка, мы столько лет положили, но папа говорит, ну, обещали, ну, что ж, теперь все, и я говорю, убирайте фортепиано из дома, чтобы его вообще не было, потому что, ну, реально, у меня просто травма какая-то, и с тех пор я никогда не притронулась больше. Серьезно? Да, вообще, даже вот, ну, Лен, ну, ты же можешь, ну, да, там, вот, это вообще всегда, кто видит фортепиано, о, Лен, давай, ты живешь. Ты же можешь, ты же училась в школе, я говорю, не, не, все, вот, я прям просто обхожу реально стороной, потому что, ну... Но у тебя была еще художественная школа? Да, была, меня выгнали из-за поведения, так получилось, потому что, в общем... Кто размазал гуашку стилю? Да, 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 да. Никитина? Опять? У меня папа, он художник, вот, и в России, в Москве такой довольно знаменитый, тоже у него выставки по всему миру, и, в общем, взяли меня, как говорится, по блату, вот, и поняли, что особо у меня там, я ждала только перемены, там, большая перемена, 20 минут, ребята, давайте вышибалась, просто мяч из рюкзака, и понеслось, и все, и там вызвали родителей, и говорят, ну, вот, ваша девочка, что-то, видимо, это точно художественная школа, это не ее, потому что там она и весь класс была мутит, и никто не хочет заниматься, и сказали, что все, ну, я выдохнула, и все, пошло. Елена Никитина, счастливая обладательница мяча, как мы уже знаем, а также бронзовую медаль Олимпийских игр 14-го года и двух золотых медалей чемпионата Европы. Вот прилетело сообщение, услышал по радио красивый голос, загуглил, а выглядит она еще красивее, у нее плюс один фанат появился, это пишет Руслан и передает вам удачи. Спасибо большое. Более того, у Лены есть инстаграм, так что заходите, подписывайтесь, ну, и пишите свои вопросы в Аберватсап 925-22-22-93-2, и у нас в группе ВКонтакте есть сообщение от Александра Никитина. Сегодня Никитина в тренде, пишет Александр. Леночке удачи, успехов в спорте и в личной жизни. И вот тут мы подходим, конечно же, к личной жизни, так плавно, благодаря Александру. Я тоже, опять-таки, по твоему инстаграму поняла, что в личной жизни у тебя все прекрасно. Да. И ты, я так поняла, замужем? Ну, неофициально, но живу, да. Ну, нет, просто я у тебя на многих фотографиях видела кольцо. Это кольцо, спаси, захрани. И, как бы, такой возберег, если кто-то у меня видит кольцо, там все так смотрят, а ты что, замужем? Ну, ну, да. А, то есть это пока неофициально? Да, да. Ну, как бы, у нас просто такая ситуация была, что когда некоторые чемпионки приехали вот из Пхенчхана, им прямо в аэропорту, их парни делали предложения, то есть у вас пока таких разговоров не было? Ну, были разговоры, что там, мы после, там, Олимпиады, все просто, мы готовы, но что-то, все, я думаю, так. Пока руки не доходят. Да, да. Ну, все-все, сейчас главный старт сезона, все, сейчас надо отстреляться, а потом уже все, там, все остальное. Ну, вот, как бы, главного старта не было, и надо ждать главного. Немножко перенеслось. Да, да. Вот, так что, как будет, так будет, мы живем, все хорошо, радуемся жизни, да. Это прекрасно. Это самое главное. К сожалению, это грустная новость для ребят, которые следили за твоими достижениями и думали, что, ну, вот. Так, ничего, ничего страшного. Извините, извините, все. Бывает, а вот тоже на играх был такой случай, уже после игры Жене Медведевой вручили золотую медаль, у нее были две серебряные на играх в Хенчхане, а тут золотая медаль от болельщиков. Болельщики решили ее поддержать. Скажи, как тебе поклонники дарят, вручают, ждут где-то, или все так тихо, спокойно, и скелетон, такой не очень популярный вид? Ну, конечно, не такой популярный, как фигурное катание, но все равно поклонники присылают писем много, вот, и приходят там и с фотками, и просят, чтобы расписались, и отправили там обратно на адреса, вот, присылают иногда подарки. И вообще, а завал, в соцсетях вообще это завал, вот, чтобы директ там разобрать, особенно после какого-нибудь соревнования или старта, даже сейчас я вас на радио, там уже я захожу, все, тын-тын, сообщение. Ну, это же классно. Да, то есть, ну, внимание действительно есть, и в последнее время, чем выше результат, естественно, тем больше тебя узнают, и тем больше поклонников становится. Хейтеры есть? А кто, простите? Ну, вот эти неприятные люди, которые пишут гадости, потому что у них... Да, конечно, когда было все это, скандал вот этот был, что нас квалифицировали, конечно, там тысячи человек писали, ребята, мы с вами все хорошо, а там... Ну, найдутся две какие-нибудь какашки? Да, которые пишут, хоре, жрать допинг, мы так и знали, наконец-то справедливость восстанавливала. Ну, блин, конечно, там сразу до свидания. Просто, ну, опять тут вернемся просто к моментам подготовки, как готовятся спортсмены, и ты часто у себя в Инстаграме выкладываешь эти моменты подготовки, когда летом вы катаетесь на таких наимпровизированных трассах, и меня больше всего поразили вот в моментах подготовки вот эти забеги, когда к тебе привязывают блин в железный, сколько он килограммов веса? А здесь разные тренировки, где ты бегаешь либо 20 килограмм, а бывает 30, а бывает и 10, то есть разные стадии. Ну, и вот, получается, с этим блином нужно бежать, и понятно, что люди готовятся, люди готовятся, в отличие от вас, плохих ребят, которые пишут всякую дрянь. Вот как высказалась, Ольга, мы... Это я еще пыталась подобрать приличные слова. Мы ждем от вас приятных слов, вопросов, сообщений в адрес Елены Никитиной, нашей сегодняшней гостей, бронзовому призеру Олимпийских игр 2014 года по скелетону, лидер женской сборной по скелетону. Сегодня у нас в гостях, мы продолжим через небольшую паузу. До чемпионата мира по футболу осталось 77 дней. Спорт.ФМ Мы делаем спорт ближе. Спорт и все остальное Спорт и все остальное на Спорт.ФМ. Михаил Королев, Ольга Окс сегодня вместе с вами. И вот еще один приятный человек нашей компании. Бронзовый призер Олимпиады 2014, скелетонистка Елена Никитина. Стала победительницей чемпионата России всероссийских соревнований по бобслею скелетону и вдруг пришла к нам в гости. Мы очень рады тебя видеть, Лена. И продолжаем допытываться. У нас, да, рубрика «Ликбез», назовем ее так, пишет нам Борис Михайлович из Иванова. Лена, объясните мне, дилетант, то в чем разница между скелетоном и санями. На каких трассах проходит бобслейных или специальных, где выше скорости, где опаснее. В общем, погружаемся вот в этот дивный мир и делим на разные группы сани, скелетон, бобслей. В чем отличие трассы, в чем отличие вообще всего, где опаснее, где не опаснее. Ну, примерно по опасности, мне кажется, все. Ну, у нас реально хоть и кажется, что мы там вперед головой в каких-то комбезиках, там, незащищенные, но у нас самый безопасный из этих видов. Из этих трех? Да. Серьезно? То есть сани сложнее? Если упадешь, действительно, там, ну, не очень приятные ощущения, потому что какие-то ожоги, там, синяки, травмы остаются. Но по управлению, да, у нас легче исправить ошибку, потому что у сани очень острые полозья. Если, не дай бог, там их немножечко, чуть-чуть развернет, или они возьмут полозья, они сразу переворачиваются. То есть у нас такого нет. У них очень точечное управление. Вот. Боба бобслей? Ближе к нам бобслей. У нас и федерация одна, то есть и тренируемся, и выезды у нас, и соревнования, все-все в одни сроки. Вот. То есть скелетон и бобслей, это одна федерация, а сани другая? Да, сани другая, да. И соревнования скелетон-бобслей, вот он неделю Кубок Мира идет, там, три дня идет Кубок Мира, и то есть мы все переезжаем вместе. В одни и те же сроки, у нас утром бобслей, там, вечером. Вот. У сани другой график, и немножко другие трассы, и не все трассы подходят саночникам и бобслей и скелетонам. То есть мы с бобслейом везде ездим. То есть вы можете с бобслейом выступать на одной трассе? Да, и саночники тоже выступают на тех же, но у них есть там дополнительные две трассы, куда, вот где говорят, например, бобслей, там не проедет. То есть, соответственно, так как у нас одна федерация, ну да, биражи есть какие-то, где-то там боб-четверка не проедет, потому что он очень длинный, большой, ему тяжело там будет ехать. Вот. То есть вот так вот. Мы уже говорили о том, что после таких хороших результатов и успехов на Олимпийских играх всплеск популярности к скелетону происходит в том числе. Что делать вот сейчас, если вдруг кто-то решил заниматься или отправить своего ребенка заниматься скелетоном? Заходить на сайт Федерации бобслей скелетона, там есть контакты, и там перенаправят тренерам, потому что большая школа есть в Красноярске, есть в Орле, есть в Москве. Вот. То есть там кому как ближе будет, туда дадут телефончик, и в принципе там уже можно договориться. Все просто. Главное немножечко пошуршать ручками, зайти на сайты. Я еще хотела спросить по поводу подготовки скелетонок соревнований, потому что у нас, когда сейчас была Олимпиада в Пьенчхане, и там у нас был урезан не только состав спортсменов, кто-то не получил, но в том числе тренеры, многие не поехали, не поехали, вот сервисмены, и у нас некоторые ребята, вот, по-моему, Никита Трекобов, да, сам готовил, да, мазоль, да, ужасные вот эти штуки. И обычно как происходит, ну, то есть, ну, тут сани, а вот у вас в скелетоне кто готовит непосредственно сам скелетон? Сами мы готовим, но у нас есть там полировка, и этим занимаются тренера. Да, вот мы точим коньки, убираем какие-то зазубрины, если есть, до гладкого... То есть ты сама приберешь этот камень? Да, наждачку берешь, наждачная бумага, вот, и ей готовишь скелетон, стараешься до идеального, коньки до идеального состояния, до гладкости довести. Потом берут тренера, они же у нас сервисмены тренера, один и тот же человек. Совмещают, да? Да, да, и водители еще, да. Вот, и берут, и тебе уже полируют, и делают последние какие-то приготовления, вот. И в плане Никиты Трегубова ему было на Олимпиаде непросто, потому что, например, там соревнования идут два дня. Никита от выступал, и по идее ему должен был тренер или сервисмен приготовить, чтобы он немножко отдохнул и на следующий день вышел. А Никита до ночи там делал себе этот скелетон, точил, потом полировал, там переклеиваешь, заклеиваешь все. И то есть ты ночью там приходишь домой, без сил спишь и идешь. Когда на других, ну, у других стран целая команда работала, а Никита сам. То есть он вообще большой молодец, и что в таких условиях справился. Молодечек. У нас остается буквально последние пять минуточек, хотелось бы поговорить о таких, возможно, личных моментах, которые мы не можем найти ни в прессе, ни на каких-то страницах в Википедии. Немножко о тебе, о твоих увлечениях. Расскажи последний фильм, который тебя зацепил. Я худею, очень понравился. Серьезно? Да-да-да, очень классный фильм такой, из русских, ну, за последнее время, очень такой неплохой, прям запал как-то в душу, душевненький. Просто когда я из уст Лены слышу фразу «Я худею», мне это звучит как-то странно, потому что Лена часто выкладывает в себя в Инстаграме фотографии, где, ну, как бы видно, что всем надо похудеть, кроме Лены. Вот, потому что это человек, у которого действительно есть шесть кубиков пресса. Да, новинка. То есть не какие-то мифические, а вот, ну, их прям нужно, можно прям вот увидеть глазами. Фильм 2018 года, вот, да, 8 марта стартовал, режиссер Алексей Нужный и мой хороший приятель и товарищ, да, с которым мы учились вместе в школе, и он очень долго готовился к этому фильму, наблюдал за людьми, так скажем, и, ну, хорошо, фильмы разобрались. Слушай, ну, вот передай ему, что вот Лена похвалила. Да, я не смотрел, но надо будет музыка. Да, описательно. Да, какое твое увлечение? Музыка, это вообще, я меломан, у меня действительно все можно найти, вот, взять мой плеер, с которым я разминаюсь, вот, реально все, там, какие-то и танцевальные треки, и шансон там, и вот просто я втыкаю, ну, когда я езжу на машине, втыкаю там флешку плеер, и кого-то подвожу, у меня там, лучше всех, вокруг тебя весь мир кружит, и следующая песня знаешь, как хочется жить. Я тебе говорю, Лен, ну, ты че там, вот, ну, вот, реально как-то по настроению все. Слушай, а у меня этот вопрос я задавала уже лыжникам, которые к нам приходили, потому что, ну, когда, ну, не знаю, я просто, там, уходишь на тренировку, ты всегда, если что-то касается с какими-то долгими занятиями, ты это делаешь с плеером. Я говорю, почему, почему вы с плеером не, ну, соответственно, не проходите трассу? Они говорят, ну, как, нужно же думать головой. Концентрироваться. Вот, и, соответственно, даже на тренировках, вот, на тренировочных заездах не катаешься с плеером? Не-не-не, нельзя, там же никак шлем, там все дела никак не одеть. Ну, сейчас же маленькие вот эти есть. Хотя было по молодости, так, по детству, по ребячеству, то есть мы там на спор проезжали, там, ну, вставляли там музычку, все, и тебя запускали. То есть было такое, ну, неудобно и не очень так. Уже на профессиональном уровне, конечно, не будешь такого делать. Не будешь так баловаться. А вопрос Елене Никитиной пролетел бронзовым призером Олимпийских игр 14-го года. Что ты больше любишь, есть или готовить? Есть. Есть. Люблю, да. Я солидарна с Еленой. Я понимаю, что мои мнения никого не волнуют, но я солидарна. А вообще умеешь стоять у плиты? Стоять умею. Не, ну, не, могу, конечно, приготовить, но я там такой некулинарный, там, прям, деятель, что там, ну, бывает, девушки, да, которые любят, там, все там по книжечке, там, или вообще сам придумаешь. Нет, у меня такое, там, что-нибудь надо быстро поесть при тренировке, макарон сварил, там, курицу поджарил, там, или что-нибудь еще. И, ну, что это все такое простое? Но у меня есть Сережа, который просто, все, что там, я говорю, Сережа, я домой хочу есть, все, там, я приезжаю, все, да, он такой молодец. Всем бы такого Сережи. Да, помогает. Нет, не всем, Миша. И тоже тогда девчачий вопрос задам вдогонку, к этому у тебя в основном такой спортивный вид, а тут как-то, ну, стиль в одежде, нашла фотографии, где ты в платье, и ты все-таки больше, вот, из какой серии? Серии девчонок, которые кеды, кеды, джинсы, майки? Кеды, кеды, джинсы, майки, фотка в платье я померила и сфоткала, сняла, и все. Одела кеды, да, джинсы и ушла оттуда подальше. То есть это не твое? Ну, очень-очень редко, если нужно где-то там выглядеть нормально. Когда тебе переведут вот эти вот призовые за последние чемпионаты? Эти четыре, жалко, четыре миллиона рублей. На что ты их потратишь? Ой, я не знаю, но хотелось бы, что там скрывать? Да, если честно, хотелось бы машину по новей немножко, хотя я эту очень люблю, это машина с Олимпиады у меня, просто я как человека люблю, и не смогу расстаться, наверное, с ней. Елена Никитина, наша скелетонистка, лидер женской команды, большое спасибо, оставайтесь на Спорт ФМ, здесь круто. Спасибо вам, всего хорошего.